привет друзья мои без долгих предисловий представляю вам разработанную наконец-то хронологию мира элден ринг здесь есть вещи которые мы не разобрали в предыдущей части а потому сегодня предлагаю начать именно с них полноразмерную картинку вы можете найти рассмотреть и скачать в моей группе vk или в телеграме все ссылки в описании а теперь начнем разбор эру драконов и горнила жизни мы довольно подробно разобрали в первой части хронологии но вот в эре звезд нашлись некоторые белые пятна которые я намереваюсь закрыть прямо сейчас судя по названиям руин дожившим до того времени когда игрок попадает в междуземье существовало как минимум три направления веры в космических божеств в эпоху звезд ноксы в своих великих городах поклонялись темной луне астрологи судя по всему поклонялись звездам как таковым исследуя их силу и возможности которые они могут дать наконец руины лунного народа являют нам остатки древней цивилизации поклонявшийся когда-то луне или же лунам интересно что только отсюда мы можем увидеть вторую темную луну на небосводе одновременно с 1 светлой луной не из ли урни и не с вершин великанов ее заметить невозможно интересно почему мы знаем что лунаренал и жаждет власти потому околдовала академию рай и лукарии посему логично что она затмила конкуренты на небосводе чтобы не дать никому поклоняться своей темной сестре студенты лазурного факультета изучают корианское волшебство эти еретики ставят луну в один ряд со звездами луны гораздо ближе к звездам чем солнце а потому я считаю куда более логичным что остеля вечные города послала именно луна в качестве наказания за их интерес к силе темной луны звезда причудливой формы вспыхнувшие далеко в беспросветной пустоте однажды уничтожила вечный город и забрала его небо падающая звезда сулящая беду интересным в этом ключе для нас становится описание заклинания города сели вечная тьма учитывая что все заклинания силийцев выделены в одну группу но сам город отличается явным сходством с архитектурой великих городов чего только стоит пустой трон и запертые около него ноксы кроме того на свитках заклинаний силийской школы виднеется корианский герб из этого я могу сделать вывод что род кария однажды отправил преданнейших людей из академии рай и лукарии в селию чтобы изучить ее в первую очередь магическое наследие именно отсюда пошла новая школа магии и в частности заклинания вечная тьма в русском описании можно прочитать что это утерянное волшебство воплощает скорбь приведшую гибели вечного города откуда она родом создает сгусток тьмы притягивающий и поглощающий чары и молитвы но если посмотреть на текст в английском варианте можно увидеть несколько другой вариант написания слова this player в качестве существительного переводится также как источник огорчения а потому я бы перевел эту фразу так первоначально потерянное волшебство вечного города являет собой источник огорчения который привел его гибели в этом уже куда больше смысла и заключается он в том что это заклинание и было источником огорчения луны ибо жители безымянного города павшего к корням древа эрт открыли заклинание вечной тьмы которая притягивает чары и молитвы кто знает что бы могла сделать с луной и усиленная версия этого заклинания думаю что именно тогда и провалились великие города под землю после этого на месте ли урнии была основана академия вот почему когда появляется ренни мы видим за ее спиной луну светлую не потому что она покровительствует ведьме а потому что она за ней следи позже в древние города отправляли экспедиции разведчиков одной из них стала экспедиция отряда павших ястребов перевернутый ястреб эмблема рабов которых отправили исследовать вечный город эти лучники входили в отряд павших ястребов храбрых воинов никогда отыскавших вечный город на их стрелах пляшут языки холодного пламени смерти сожалению их путешествие окончилось полным крахом ибо они стали жечь в огне кости товарищей и так обрели пламя смерти металлический факел горящий холодным призрачным огнем используется павшими ястребами что бродят по берегам подземных рек когда члены отряда израсходовали все угли вход пошли кости их боевых товарищей так они открыли холодное призрачное пламя и навеки заключили себя под землю о происхождении этого древнего дворянского рода нам рассказывает меч ночи и пламени знаменитый меч из поместья карии легендарное оружие чародеи потомки астрологов их пращуры населяли горные вершины почти касающиеся небес а по соседству с ними жили огненные великаны трудно сказать в какое именно время род кария возвысился среди прочих чародейских родов но смею предположить что во время войны великанов корейцы уже существовали это можно понять по описанию заклинания фаланга большого меча заклинания заколдованных рыцарей троллей некогда они связали себя узами клятвы с юной реналой и стали ее верными соратниками из этого становится ясно что на момент войны ренала уже родилась и было очевидно юной принцессой рода кария точно также позднее адула гроза чародеев был побежден ренни и присягнул на верность темной луне из описания филигранного корианского герба мы узнаем что такие талисманы дарили корианским рыцарем вассалом королевской семьи которые служили принцессам ныне жива лишь одна принцесса ренни дочери налы интересное описание содержит ледяной горшок порождение холодной и темной луны корианской принцессы ренни это весьма интересное описание ведь из него становится понятно что именно темная луна является источником снежной и ледяной магии ледяная магия из города замор рыцари замора призыватели снежных бурь издревле враждовали с огненными великанами так вот кому поклонялись заморцы мастера снежной магии темной луне которая и была источником их магической силы кроме того мы знаем что наставницей рейнни была старая снежная ведьма рэнна о которой можно узнать из описания ее одежды заледенелая остроконечная шляпа ведьмы такие носят колдуньи еретики усиливает магию холода когда-то эта шляпа принадлежала снежной старухе которую юная рейнни повстречала в лесной чаще она была ведьмой сведущий в холодных чарах говорят что кукла которая стала вместилищем души рэнни удивительно ее напоминает та старая ведьма была тайной наставницей рейнни ее сет мы находим в одной из трех корианских башен в поместье карри а именно в башне рэнны полагаю когда-то давно она была принцессой рода карри и возможно даже матерью ренналы уведший остатки народа астрологов из их разрушенного города на заснеженных вершинах великанов именно поэтому у нее была своя башня в поместье но ко временам когда родилась рейнни старая ведьма уже покинула свой род переложив всю ответственность на юную но уже могущественную ренналу а сама отправилась в странстве постигать тайны мироздания это старуха обучила юную рейнни холодным чаром и наказала страшиться темной луны откуда же старая рэнна знала о темной луне учитывая что она владела снежной магией можно предположить что она также как реннала и рэнни в юности повстречала свою луну но луну темную она прекрасно знала обо всех опасностях что таит в себе общение с этой луной и потому несмотря на то что она учила рэнни пользоваться силой холода постоянно напоминала ей об осторожности в общении с этим таинственным внешним богом в молодости реннала обладала выдающимся талантом она сумела очаровать своей лунной магии целую академию и впоследствии стала ее ректором реннала также руководила рыцарями блестящих камней и именно благодаря ей семья кария получила королевский статус именно тогда род кария превратился из дворянского рода в королевскую династию ареннала стала первой королевой лиурнии подчинив себе академию раилу карии династия ареннала Судя по всему, Марика избрала Готфри в качестве своего супруга во время войны великанов, ибо на территории храма она уже говорит «My Lord Godfrey». В русском переводе Мелина говорит «Разыщите Кольцо Элден», что является какой-то идиотией, ведь они вышли из столицы с войском и, собственно, шли в направлении от Кольца Элден. Все становится на свои места, если прочитать английскую версию, где Мелина говорит «Brandish the Elden Ring for the Age of the Earth Tree». Это слово переводится как «размахивать», «потрясать оружием», «махать», что лично я бы литературно перевел как «воздеть». Таким образом, Марика напоминает, во имя чего они идут на битву с великанами под знаком Кольца Элден к новой эре, эре золота. От брака с Готфри у Марики появилось множество детей, участь которых зачастую была незавидной. Приращенные отпрыски, являющиеся нам по всему миру, те безголовые сухие тела, что лежат в огромных шагающих мавзолеях, и одежды, что носят ужасные апостолы и аристократы божественной кожи, это то, что осталось от большинства из них. Готфри, повелитель Элдена и его златоглазые потомки были первыми полубогами. На эту мысль меня навел комментатор с ником Маэстер Сантараэль, за что ему огромное спасибо. Действительно, если рассмотреть лицо приращенного отпрыска, становится ясно, что это и вправду всего лишь отпрыск с белоснежной кожей, золотыми глазами и волосами. Маленький полубог, лет десяти, над которым были совершены ужасные эксперименты Годрика. Но так ли все это ужасно? Готовил ли он их для того, чтобы они сражались на его стороне против других полубогов в Войне Раскола? Или все же пытался помочь? Силился защитить их от Ордена Почитателей Божественной Кожи, начавших настоящую охоту на белоснежную кожу потомков Готфри? Никто, кроме детей Готфри, не дал такого большого потомства, так что сомневаться в их родстве бессмысленно. Вот только среди аристократов золотого рода появилась каста тех, кто отступил от веры в Марику и Древо Эрн. Кто были последователи некой черноокой королевы? В нашем переводе она зовется именно так, но на английском ее зовут иначе. Вот как можно перевести описание плащаницы из Божественной Кожи, сумрачноокая царица баюкает новорожденных апостолов, упутанных в эту ткань. Вскоре они вырастут и станут смертью богов. Апостолы и аристократы носят одежду из белоснежной Божественной Кожи. Лица тех, чья кожа пошла на изготовление этих ужасных одежд, до сих пор сверкают золотыми глазами, а кое-где все еще заметны остатки их злоченых волос. Но и сами они мало чем отличаются от тех, за кем ведут охоту. Вот только каковы их причины и почему они это делают? Ведь их кожа столь же бела, а глаза сияют золотом. Ответ может скрываться в словах Марики, которые доносит до нашего слуха Мелина на окраинах столицы. Но об этом мы поговорим позже. Кроме того, при создании персонажа мы можем сами стать одним из далеких потомков Марики и Готфри. Выбрав происхождение аристократа. Это происхождение как раз таки показывает нам человека с белоснежной кожей, а также утонченные черты, распространенные среди аристократов Междуземья. После победы над всеми значимыми врагами Древа Эрт, ветерана Войны Великанов, героя Войны Драконов и первого повелителя Элдена Готфри ждал новый удар. Марика явилась к нему и его войску не для того, чтобы поздравить своих защитников с победой, но чтобы изгнать их с континента во веки веков. Знала ли она тогда, что однажды, именно эти поколения, я и его войску не для того, чтобы изгнать во веков. Знала ли она тогда, что однажды, именно эти погасшие вернутся в Междуземье, призванные благодатью, чтобы восстановить золотой порядок? Или она просто хотела избавиться от людей, не знавших более ничего кроме войны, чтобы было проще установить мир? Ждала ли их за Туманным морем какая-то цель, или Марика отправила их на убой? Тогда, после твоей смерти, я вернусь на то, что я раньше казалась. Вернусь на землю, международной войной, и обрадуй Элден Рейн. Берясь сильной в лице смерти. Мой лорд. Лорд Годфрей. Учитывая то, что предстоящее DLC называется Barbarians of the Badlands, велика вероятность того, что помимо предыстории Годфри нам поведают и о таинственном походе погасших, о котором в игре не известно почти ничего. Единственный интересный момент это то, что Годфри сломал свой топор, сражаясь в бесконечных боях того опасного странствия. Оружие Годфри, повелителя Элдена, сломано в битве во времена долгого похода погасших. Оружие олицетворяет стремление Годфри оправдать ожидания, возлагаемые на короля. И позже оно стало эмблемой всего золотого рода. Раньше корону можно было удержать только силой. О поражении Форти Сакса я подробно говорил в предыдущем видео, поэтому здесь скажу кратко. Полагаю, самый могущественный дракон, прозванный Непобедимым, решил напасть на столицу Лейнделла в тот момент, когда Годфри ушел из города с войском к Фарумазуле, ибо опыт Гранд Сакса, павшего скорее всего от руки Годфри, древние драконы не забыли. Форти Саксу, однако, тоже не повезло, ибо ему навстречу вышел Годвин и одолел его. Он поверг древнего дракона Форти Сакса и стал ему добрым другом. Так в столице зародился культ древних драконов. О войнах Золота и Серебра, Лейнделла и Леурнии нам говорят два монумента мечей. Первый из них гласит «Первая Леурнийская война». Орел Славы сияет над главой Родогона, такой же яркий, как его огненная грива. Учитывая то, что этот мемориал стоит на тракте Беллума, рядом с церковью Беллума, в которой стоит статуя Беллума, то есть Родогона, можно заключить, что первая война закончилась, едва ли начавшись. Судя по всему, Родогон в одной битве разбил чародеев, и те подписали мирный договор. Беллум с латинского переводится как «война». Наверняка многие из вас знают латинскую пословицу «Си вис пачем парабеллум», которая означает «хочешь мира, готовься к войне». Я дам вам парабеллум. Но то ли маги не стали выполнять условия мирного договора, то ли это был такой обманный маневр колдунов, но вскоре случилась вторая Леурнийская война, к которой маги подготовились гораздо лучше. Мемориал, сохранившийся до наших дней, гласит «Золото не затмило луну. Луна не пленила золото». В этом жестоком танце родилась клятва. Эта война закончилась политическим браком генерала Лейнделла Родогона и королевы Леурнии Ренналы Полнолунной, у которых вскоре родились дети Родан, Рикард и Рожеволосая Ренни. Из них только Ренни стала истинной корианкой, ибо однажды сама Темная Луна предстала перед молодой Ренни, сопровождаемой своей матерью Ренналой. Это холодное и темное светило окружено Ореолом Тайны. Старинным обычаем корейцев было одаривать своих суженных клинком Луны, о чем мы читаем в описании двуручника Темной Луны. Легендарный двуручный меч лунного света, лунный двуручник, который корианские королевы традиционно дарят своим супругам. Символ Ренни – полная луна, холодная и мрачная, а этот меч – нечто иное, как частица ее сияния. Разумеется, Реннала также не избежала этого обычая во время своего брака с Родогоном, однако этот меч теперь трудно узнать. Двуручный меч из чистого света, вдохновленный самим кольцом Элден. Создан королем-консортом Родогоном, как символ торжества догматов золотого порядка. Некоторые признаки указывают на то, что это оружие – подарок Ренналы, первой жены Родогона. Очевидно, этот меч был переделан Родогоном из лунного двуручника, которым Реннала одарила его по традиции королев Карии. Как мы знаем, королева Реннала повстречала чарующую луну в далекой юности, и позднее при помощи нее околдовала Академию. Скорее всего, эта магия очаровала колдунов Академии своим могуществом, а также напугала многих, из-за чего одни решили не сопротивляться, а другие посчитали этот союз даже выгодным. И все-таки внутри Академии зрели повстанческие настроения. Время шло, но кроме Родана, Рикарда и Ренни, Реннале и Родогону не удалось породить ни одного здорового потомка. Дети Ренналы – болезненные создания, которые долго жить не могли. Это сильно опечалило Ренналу и совершенно не устраивало Родогона. Обучившись магии в Академии Раи и Лукарии, он вскоре устремил свой взор на столицу с ее удивительными молитвами и золотом, струящимся на город днем и ночью с ветвей Древа Эрт. Юная Ренни, пошедшая на обучение к старой снежной ведьме, решила отречься от золотого порядка и предназначения неземной, а потому отвергла врученную ей руну. Центральный древний. Ренни, грязно, ттаничен. Ренни, грязно! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Говорят, что кукла, которой доходится душа Ренни, была создана по ее образцу. Также стоит заметить, что Мелина не владеет холодными заклинаниями, а значит не является и этой самой колдуньей, которая, скорее всего, была истинной корианкой и не имеет к Мелине никакого отношения. В интернете ходит теория о том, что Мелина является той самой сумрачноокой королевой, описанной в историях об апостолах божественной кожи. Я специально старался не смотреть информацию по этому поводу, а искать чистые аргументы в самой игре, и поэтому, надеюсь, мне удастся привнести в эту точку зрения некоторые новые детали. Как я уже говорил прежде, важными словами в рамках этого вопроса для нас будут слова, эхо которых до сих пор витает на окраинах столицы. В мире собственных словах, слушай меня, деми-годцы, мои дети, дорогие, сделай из себя то, которое он желает. Будьте богом, будь богом, но, если он не удаляйся, превратится в любви, то он будет исчезнен, амонтируя только к сакрифисам. И далее, в продолжении этой мысли, можно добавить ее слова, витающие близ подъемника Дектуса. Сразу хочется уточнить, что по-английски она скорее говорит «бессильное ничтожество», или что-то вроде того, а никак не «безродное». Из этого мы видим, что Марика была невероятно строга к своим потомкам и скорее отвергала бессильных, чем тех, кто выбрал путь противостояния золотому порядку. Я думаю, что все фразы, которые нам пересказывает Мелина в разных местах на карте, не просто являются ей в видениях, но она вспоминает их. Да, Мелина была одной из дочерей Марики, при этом довольно могущественной, но о ней ничего не известно. Хотя я полагаю, что она сопровождала свою мать на протяжении всех битв и сражений начала эпохи Древа Эрт. Она была с ней во время войны великанов на том месте, где был возведен первый храм Марики. Была с ней Мелина и тогда, когда Марика отправилась к Готфри и его воинам, чтобы лишить их благодати Древа и изгнать за туман в другую страну, подарив им пророчество о том, что их ждут долгие войны на чужой земле и, в конце концов, бесславная смерть. На том месте позже построили третий храм Марики. Но что-то изменилось, и однажды Мелина перешла на другую сторону. Одним из доказательств того, что она является сумрачной окой королевой, люди приводят то, что в концовке пламени ярости она открывает свой левый глаз и там скрывается ее шаринган. Темный сумрачный глаз. Стоит заметить, что второй глаз к тому времени блекнет и делается белым, что лично мне напоминает две луны. Но это я уже точно никак не смогу объяснить, поэтому пока будем считать, что ее правый глаз просто, я не знаю, ослеп к тому времени или что-то в этом роде. Кроме того, ее руки обожжены, и в описании ее кинжала написано, что она была обручена с пламенем. Кинжал, давным-давно подаренный служанке. Она отправилась в путь, чтобы исполнить свой долг. Внутри до сих пор тлеет силы его бывшей владелицы. Тому, кто был обручен с пламенем, не избежать встречи с предначертанной смертью. Текст из английского варианта можно перевести несколько иначе. Кинжал, данный тому, кто давно отправился в путешествие, чтобы исполнить свой долг. Сила его бывшей владелицы, воспламеняющей девы, все еще очевидна. Тот, кто идет рядом с пламенем, встретит однажды дорогу предначертанной смерти. Интересно, что черноокая королева также имеет связь с пламенем и смертью. Но пока сосредоточимся на том, что нам известно о самой Мелине. Ее кинжал мы можем найти в надежно спрятанной коморке у давным-давно запечатанного подъемника, который ведет к проходу в запретные земли великанов. Там, у двери, мы находим мертвого стража. Это был судебный чиновник, ведь с его трупа мы подбираем официальную одежду. Грязная синяя мантия, которую носят судебные чиновники при исполнении своих жутких обязанностей. Слежка, казни, отвратительные ритуалы. Любому обществу нужны люди, которые не боятся замарать руки. Судя по тому, что дверь открыта, а тела Мелины внутри нет, можно сделать вывод, что она убила стража во сне и сбежала. Он так и остался сидеть на стуле, а значит, никакого боя дать не успел. Но за что Мелину посадили в темницу на краю света? Что же такого ужасного она могла сотворить? Слежка змеи? Слежка змеи? Слежка змеи? Слежка змеи? Ой-оу-оу-оу-оу. Н ад-авес. Ред Xbox готов. Все решается повторится. Слежка змеи. то что мили на дух полагаю не вызывает сомнений ни у кого ведь она может появляться у благодати буквально из ниоткуда и просит игрока ее сопроводить почему потому что духи не могут существовать без сосуда внутри которого содержится именно поэтому рейнни как и многие другие колдуны переселила свою душу в куклу после того как умертвило собственное тело но сожжение это уже интересно в одном из прошлых видео я уже разбирал лор сумрачноокой королевы но теперь я понял как эта информация удачно сочетается с историей мелины в первую очередь стоит помнить что из имеющихся у нас сведений мы можем понять что королева была неземной апостолами правила сумрачноокая королева по слухам она была неземной избранной пальцами интересно что после гибели мелины даже в виде фантома появляется огромное золотое древо что может на мой взгляд значить только одно мощнейшую связь с золотым порядком она говорит что она родилась у подножия древа эрт и мать дала ей предназначение думаю еще до микеллы молений и ренни она была первой неземной более того вполне возможно что она родилась до годвина и учитывая то что мы о ней как о дочери марики ничего не слышали вполне возможно родилась до законного брака с годфри был ли он ее отцом кто знает но во время войны великанов она уже путешествовала с матерью и слышала ее слова обращенные к воинам более того думаю что она именно тогда увидела силу руны смерти которую использовала ее мать чтобы уничтожить непокорных великанов и их бога тогда руна смерти еще была частью кольца элдон а значит ее суть пронизывала весь мир порядок связи с этим мне вспоминается комментарий олега кей который предположил что гуранг воет вовсе не на луну или на фару мазулу а в сторону заснеженных вершин где до сих пор стоят застывшие тела великанов пронзенные шипами руны смерти гуранг чувствует смерть и свою потребность поглотить ее но не может до нее добраться только один великан пережил великанскую войну поняв что пламя великанской кузнице не погаснет королева марика наслала на несчастного проклятия о ничтожный великан я обрекаю тебя поддерживать сей огонь до скончания времен она не могла погасить огонь великанской кузни но учитывая то насколько могущественно и опасно было это пламя марика не могла оставить его без надзора для этого она создала орден огненных монахов и оставила их заснеженных горах чтобы вечно они стерегли огонь дух крепкого монаха некогда охранявшего великанское пламя этот монах долгие годы исполнял свой почетный долг и в конце концов пламя околдовала его и все-таки кто-то должен был возглавлять этот орден кто-то настолько могущественный кто не способен был бы поддаться зову пламени кто-то настолько близкий кому марика могла доверять кто-то кто мог бы научиться у великанов как управлять пламенем и в случае опасности отвести его от сокровенного древа r но тот кто был обручен с пламенем встретит однажды дорогу предначертанной смерти полагаю милина была назначена тайным магистром ордена огненных монахов она часто посещала горы и там обрела власть над пламенем великанов ее примеру вскоре последовали подчиненные ей монахи а сама милена познала суть неискупимого греха увидев к какой ереси привело правление милины огненных монахов марика вынуждена была принять меры к тому времени у нее уже было много детей и власть а также сохранность древа эрт были важнее жизни одной из многочисленных дочерей о том какое наказание было вынесено милине мы можем узнать из описания счета виновника щит созданный в память о деве чьи глаза пронзили шипы греха источает глубокое почтение кусок ший марика уважала свою дочь достигшую таких высот в управлении пламенем но не могла позволить ей проповедовать еретические учения слепую деву бросили в заключение где ее днем и ночью стерег судебный чиновник соприкосновения с шипами греха порожденными руной смерти не прошли даром там будучи слепой и брошенной она открыла для себя новые глубины бытия гнусная магия открытая ссыльными преступниками злодеи чьи глаза были выколоты шипами жили в кромешной тьме там они нашли кровавую звезду и на русском и на английском языке а кровавая звезда пишется с маленькой буквы а значит это не имя внешнего бога а скорее некая метафора стала ли она сама той самой звездой для других казненных или же наряду с ними открыла это темное колдовство которое и называется звездой но думаю именно благодаря нему она смогла убежать вернувшись к своим монахом на вершины великанов она обучила способных колдунов изгнанников этим чаром и после этого овладев огнем и кровавыми шипами греха которые берут силу из крови и смерти смерти которую приближает вытекающая из тела кровь объединив все чему она научилась она породила черное пламя пламя смерти способная убивать богов и их златовласые потомство думаю именно тогда она окончательно решила отомстить марики за то как она обошлась с родной дочерью но сжечь древо эрт ценой своей жизни она не решилась ведь ей хотелось сделать больше и потому она стала собирать силы чтобы возглавить таких же обиженных и отвергнутых потомков марики чтобы перебить тех наследников которыми так дорожила королева первыми кто пошел за мелиной стали монахи и и пылающего ордена однажды амон присягнул богоубийственному черному пламени и стал первым предателем в рядах огненных монахов монахи черного пламени бросили свои сторожевые посты под влиянием богоубийственного черного пламя вслед за ними к воинам мелины присоединились и отверженные марикой потомки прозванные ею апостолами апостолы были приняты сумрачнаокой королевой и с тех пор используют черное пламя апостолы существовали долго и среди них рождались новые дети сумрачна окая королева оберегает новорожденных апостолов укутанных в эту ткань однажды малыши вырастут и даруют богам смерть так началась охота на богов принесшие апостолам немало трофеев это молитва которая некогда олицетворяла гнев богов стала ценным трофеем добытым аристократами в охоте на богу разумеется однажды настал момент когда марико потеряла возможность игнорировать культ апостолов божественной кожи и была вынуждена действовать именно поэтому она отправила малекита разобраться с еретиками а его былой жестокости слагают легенды неудивительно что его прежнее имя означало смерть полу богов ведь убивая апостолов он убивал отвергнутых потомков марики и готфри а значит полу богов когда-то черное пламя могло уничтожить богов но после того как малекит запечатал предначертанную смерть сила черного пламени оказалась потеряна с тех жутких времен до нас дошел двуручник богоубийцы священный меч сумрачнаокой королевы которая правила апостолами божественной кожи пока не была повержена малекита вполне возможно что руна смерти изначально принадлежала мелине и убив ее своим мечом малекит запечатал внутри оружия силу предначертанной смерти так закончилась история сумрачнаокой королевы позже она переродилась в этих землях думаю ее как невероятно сильную неземную вернула к жизни благодать также как она призвала погасших из армии год и теперь сумрачнаокой королева мало что помнит но путешествуя вместе с нами она понемногу вспоминает то что было когда-то и окончательно воспоминания возвращаются к ней в том случае если игрок выбирает путь безумного пламени тогда она обещает передать ему то что его по праву предначертанную смерть как полагаю к тому времени она вспомнила все в том числе и о том как убивать богу они они хотят быть еще в 2 висении они требовались она люб students Мелина может стать лучиной для пламени великанов, потому что может измыслить огонь. В английском описании используется слово envisions, что переводится как представлять, воображать, рисовать в своем воображении. Значит ли это, что она уже контактировала с пламенем, управляла им? Значит ли это, что она, как никто другой, понимает его глубинную суть? Черный кинжал и клинок Зова, которыми сражается Мелина, похожи не только анимацией, но и внешним видом. Что если черный клинок – это наделенный силой руны смерти кинжал Зова? У Марики было много детей. Как видно из слов призрака, многие из них мертвы, а тела лежат в мавзолеях. Можно ли предположить, что черные ножи, среди которых не было мужчин, тоже были дочерьми Марики? Среди тех, кто творил расправу в Ночь Черных Ножей, не было ни одного мужчины. Говорят, эти таинственные женщины пришли из земель Нуменов и были тесно связаны с самой Марикой. Но что же это за тесная связь? В английском варианте мы видим то же самое, за исключением того, что здесь напрямую говорится, что они были Нуменами. Они пришли из земель Нуменов. Все убийцы, совершившие Деяния Ночи Черных Ножей, были женщинами, и по слухам это были Нуменки, имевшие тесные связи с самой Марикой. Очевидно, не все из Черных Ножей были именно ее дочерьми, ведь мы точно знаем, что Тихея была дочерью главы Черных Ножей Олекты. Одной темной ночью убийца Тихея напитала свой черный нож силой и руны смерти и заколола Годвина Золотого. Она была дочерью предводительницы Черных Ножей по имени Олекто, погибла, защищая свою мать во время бегства из столицы королевства. Интересно, что в этом случае использованы греческие, а не римские имена богов. К примеру, Тихе, Тихе, Тиха, Тихея переводится с древнегреческого как случайность, то, что выпало по жребию. В древнегреческой мифологии божество случая, богиня удачи и судьбы. В древнеримской мифологии ей соответствует фортуна. Тихея не встречалась в классической мифологии, а, как отмечает Тахо Годи, появилась только в эпоху эллинизма, как сознательное противопоставление древнему представлению о неизменной судьбе. Она символизирует изменчивость мира, его неустойчивость и случайность. Впоследствии Тихея становится не столько богиней удачи, сколько божеством, олицетворяющим счастливый случай. Матерью ее в мифологии являлась Афродита, но в Элден Ринге она является дочерью Олекто, имя которой также взято из мифологии. Олекто – непрощающая, безжалостная, непримиримая, а также никогда не отдыхающая. В древнегреческой мифологии – богиня Мщения, одна из трех фурий или Эриний, дочерей Эреба и Нюкты. В прошлом ролике я говорил о том, что Нокс – древнеримское имя богини Нюкты, являющейся богиней ночи. Возможно, таким образом авторы хотят показать нам связь нуменов с Ноксами. Нет, это определенно не один народ, о чем говорит нам даже меню создания персонажа. Что же это значит? Трудно сказать. Но если у вас есть хоть какие-то идеи, буду рад их услышать. Продолжение следует... О, древнегреческой. Марика попросил... Марика попросил... Марика попросил... По-прежнему остается королевой, и мы должны собрать руны и стать ее новым консортом. Но почему же Великая Воля потеряла доверие к Марике? Ответ кроется в одной из ее фраз, дошедших до нас эхом сквозь столетия. Марика занялась самоуправством. Она решила самостоятельно изучить золотой порядок и стала говорить о том, что время слепых догм прошло. Она поняла, что жесткий порядок лишь мешает этому миру, и потому решила его поменять. Она решила избавиться от контроля Великой Воли. Убить Бога. Именно такое задание она дала Хью, кузнецу из замка круглого стола. Выковать оружие, способное убить Бога. Хью до сих пор иногда молится своей богине. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Но вернемся к Маликету, тени Марики. Он был нужен Марике лишь для того, чтобы спрятать предначертанную смерть. Но даже это не спасло Маликета от ее предательства. Скорее всего, мысль о предательстве Великой Воли, а значит и тени, что была приставлена к Марике двумя пальцами, поселилась в ее голове довольно давно. Неспроста же она оставила в живых великанах, хранящего пламя, способное уничтожить древо Эрт. Не случайно она отдала на хранение руну смерти, собственной тени, отдалив верного золоту Малекита от себя самой. Не случайно лишила благодати бесконтрольного варвара Готфри и взяла себе в мужья мудрого исследователя Радагона, изучавшего чары и чудеса. Думаю, она надеялась, что новый могущественный супруг поможет ей сделать этот мир лучше, но... Но Радагон придерживался совершенно иных взглядов. Взращенный в обществе гигантов, что с самого рождения были едины со своим божеством, он, очевидно, также обладал религиозным складом ума, и несмотря на то, что он давно разочаровался в своем собственном боге, он увидел могущество золота Великой Воли и выбрал ее своим новым покровителем. В браке с Реналой он многое узнал о Луне, но она все равно не впечатлила его так, как Великая Воля. К этому времени у Марики и Радагона родились близнецы Маления и Микелла, но оба они были прокляты. Стали тому причиной эксперименты Радагона с золотым порядком или попросту несовместимость крови великана и Нуминки неизвестна. Однако его отношение с сыном, можно сказать, не были лишены тепла. Тройные кольца света стали подарком Радагону от его сына Микеллы. В ответ же Радагон наградил сына собственно сочиненным чудом – кольцом света Радагона. Молитва рьяных сторонников золотого порядка – подарок, который Радагон вручил своему юному сыну Микелле в знак благодарности. У меня есть все основания полагать, что Радагон лично основал учения фундаменталистов золотого порядка. Недаром молитва слов золотого порядка содержит в себе молитву кольцов света Радагона. Молитва слов рьяных сторонников золотого порядка – основательный академический труд, освещающий основные столпы этого учения. Также интересно, что печать золотого порядка повышает мощь молитв за счет мудрости и веры одновременно. А ведь Радагон, как мы знаем, в равной степени хорошо владел заклинаниями, что требует мудрости, и молитвами, что требует веры. Изучая золотой порядок, Радагон открыл принцип регрессии и закон причинности. Молитва рьяных сторонников золотого порядка – наглядная иллюстрация одного из ключевых принципов фундаменталистов. Фундаменталисты выделяют два основополагающих закона золотого порядка – регрессию и причинность. Причинность – это взаимное влияние и то, что связывает все сущее. Регрессия – это всеединство, то есть стремление всех вещей уподобиться друг другу. Осознав их, он быстро понял, как можно ими пользоваться. Он настолько развил учения фундаментализма, что скоро понял, как вплести свою великую руну в кольцо Элден, и изменить миропорядок согласно своим убеждениям. В 986 году в Беларабоке Сейчас вы решили, чтобы возвращаться. Вы знаете, что это значит. Л парня — его улит besar лет. С ножки remain солится. Вамы колы... Пальцы удивлены тому, что древо не приняло нас, потому что все произошедшее здесь не было согласовано с Великой Волей. Радагон, видя, как Марика отдаляется от постулатов золотого порядка и как ей претит его желание улучшить порядок с помощью собственной руны, при помощи принципа регрессии объединил себя с Марикой, дабы подчинить ее. Великая Воля долго отвечает на запросы, ведь в ее подчинении много миров, о чем мы можем судить по множеству других древесных стволов на арене битвы со зверем Элдена. Позднее скульптор, делавший статую Радагона, судя по всему, стал свидетелем его превращения в Марику и обратно во время позирования. Так, простой скульптор узнал страшный секрет своего повелителя. С объединения этих двух сущностей началось ужесточение золотого порядка, ведь раньше он был более гибким. Субтитры создавал DimaTorzok The battle art you've learned is of the Glyntstone family. They were conceived at the Great Academy of Rea Lucaria, to the north of this castle. In the past, they obeyed laws which contravened the Golden Order, or so I'm told. Fascinating, isn't it? That the Golden Order was pliable enough to absorb practices that contradicted itself in the past. With the Order broken, twisted, and in need of repair, such adaptability is more important now than ever. Но Радагон был жесток и дисциплинирован, и эту дисциплину он решил привнести в золотой порядок. Когда Радагон женился на Реннале, он приказал корианским чародеям-наставникам надеть эти маски в знак того, что все их дела должны держаться в строжайшем секрете. Недаром его руна, в отличие от других, не имеет изгибов. Она решетка, полная прямых, несгибаемых линий и углов. И скоро укрепившуюся хватку золотого порядка почувствовали все. Прошло много времени, и Радан, сын Реннала и Радагона, стал сильным юношей, и его приютила новая жена Радагона, Марика. Полубог Радан, один из детей Реннала и Радагона, после того, как Радагон женился на Марике, Радан стал пасынком королевы. Он был силен и быстро стал генералом Лейнделла. Рожегривый генерал умел управлять гравитацией, этому он научился в Селлии, когда был молод, лишь для того, чтобы никогда не расставаться за своим любимым скакуном доходягой. Его наставником был алебастровый повелитель, создание с каменной кожей. В молодости этим заклинанием овладел генерал Радан. Благодарю, наставник. Теперь мне под силу одолеть звезды. Думаю, с самого детства Реннала отправляла его в Селию, единственный оставшийся на поверхности великий город, чтобы он мог там обучаться. Не вполне понятно, почему город не был стерт с лица земли звездами, как другие, но он не был достроен, и в нем еще не успели обосноваться Ноксы, о чем говорит его смешанная архитектура и пустой трон. Он выглядит так, как будто его начали строить Ноксы, а достроили уже корианские маги, обосновавшиеся здесь в поисках древних сокровищ Ноксов. Недаром они заперли в тронном зале найденных тут Ноксов и стали исследовать округу самостоятельно. Им удалось открыть целую школу темных заклинаний на основе найденной информации о магии Ноксов, но главное сокровище – вечную тьму. Они не успели найти. Думаю, именно это колдовство Ноксы открыли в безымянном вечном городе, который был уничтожен Астелем, и перенесли его сюда, чтобы спрятать свое оружие против звезд и светлой луны. Недаром позже луна узнала о нем и решила уничтожить город, к тому времени уже заселенный корианскими магами и колдунами Академии. Так начался звездный конфликт. Родан всеми силами защищает Селию. Бесстрашный герой в одиночку порабощает звезды. Вот почему позже он сделал все, чтобы защитить Селию от разрушения звездами. Она стала для него второй родиной. Изогнутые двуручники из черной стали, принадлежавшие генералу Родану. Это парное оружие украшено узорами, напоминающими львиную грибу. Родан заслужил прозвище Бич-звезд еще в пору своей юности. Говорят, именно тогда он выгравировал на этих клинках символ гравитации. Так могучий Родан, прозванный Бичом Звезд, сдерживал звезды в одиночку даже после того, как сошел с ума от поразившей его тело гнили. И только мы сумели прервать его службу, позволив сдерживаемым им звездам рухнуть на землю. Думаю, что они метили в Селию, но из-за долгого удержания Роданом они промахнулись и упали в другом месте, открыв для нас новый путь к давно погребенным под землей великим городам. Думаю, примерно в это время Микелло выращивает свое святое древо. И все же юный Микелло отрекся от фундаментализма. Как он не старался, ему не удалось избавить Малению от проклятой гнили. Чтобы помочь больной сестре, он сотворил чистое золото. В прошлом видео я рассказывал о Трине и Микелле довольно много, так что в этом просто упомянем для сохранения хронологической последовательности событий, что Микелло и Маление, владевшие сумрачным замком и замком Сол, решили отправиться далеко на север, где Микелло разыскал остатки горнила жизни. Их он принялся поливать своей кровью и вырастил из ростков святое древо. Однако это древо быстро поразило гниль, и тогда он решил слиться с древом, чтобы подчинить себе гниль и начать, наконец, расти. Так началась их с Маления история. Прошло много лет, и золотой порядок поразил удар невиданной силы. К тому времени сумрачноокая королева была уже повержена, а руна смерти удалена из кольца Элден и отдана на хранение Маликету. Но это не помогло остановить неизбежное. Это произошло во время Голдена Голдена Голдена, много раньше того, чтобы уничтожить Элден Ринг. Кто-то уничтожил фрагмента от Маликетт, Маликетт, Блэк Блэк, и, на биттерной ночи, убил Годвин Голден. Это было первой смерти деми-год в всей истории истории, и это произошло в Каталиске. Каталиске Элден Ринг был уничтожен, и так спрошел во время войны, называемой «The Shattering». Я раньше хотел бы стать ученым, вы видите. Я много часа скрыть архивы, для того, чтобы знали о том, что деми-год. Ночи не нужны. Ночи не нужны. Кто знает, хотела ли Марика этого сама или другие Нуменки решили спасти ее, видя, как она страдает в плену личности Родогона, так или иначе на пути у них стоял Годвин. Убить его в открытом бою им вряд ли бы удалось, но даже самые храбрые герои снимают свои сверкающие латы по ночам. Этим они и воспользовались. Для начала им было нужно оружие, чтобы убить бога. Маликет, черный клинок, охранял руну смерти как мог, но Ренни оказалась хитрее и сумела выкрасть ее часть из-под надзора старого зверя. Когда одной роковой ночью осколок руны был украден, Маликет вложил клинок в свою плоть, чтобы на смерть больше никто и никогда не покусился. Таким мы его находим в Фарумазуле. Когда он чувствует, что начинает проигрывать битву, он вынужденно прибегает к силе руны смерти и высвобождает ее мощь в виде гигантского клинка. Продолжение следует... После этого был проведен жуткий ритуал, в ходе которого были выкованы черные ножи, наделенные силой руны смерти. Правда, я истинка, Ранни. Я украла фрагмента руны смерти и использовала его, чтобы украдить бога, славяя черные ножи через боевые ритмы. Я все это сделал. Но, сладко, для тебя... Курсмарк, который ты искал, не должен быть найден здесь. Я украдал тело, который я вошел, и украдал его. Она умертвила свою собственную физическую оболочку и вселилась в тело куклы, сделанной по образу и подобию ее наставницы, снежной ведьмы Ренни. С тех пор целью Ренни стало убийство двух пальцев, к которым она была привязана. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Украдал свою собственную пену, и оставил ее. Я не мог бы контролировать этого вещи. Девушки отдыхают. 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 С Ночью Черных Ножей связано несколько дошедших до наших дней артефактов, и первый из них — это Клинок Убийцы Пальцев, тайное сокровище Вечного Города Накрона. Клинок, якобы исторгнутый мертвым телом. Ренни стала первой полубогиней, чья плоть погибла, а принц смерти сгинул лишь душой. Именно поэтому из ее тела явился этот Клинок. Он очень напоминает по форме меч священной реликвии, в которой зверя Алдена превращают Марику и Родогона перед боем. Видимо, это и есть плотская суть Бога. Только суть Ренни была искажена руной смерти. К тому же, она не богиня, а лишь полубогиня. От того Клинок получился гораздо меньше. Этот окровавленный артефакт доказывает государственную измену, что совершил Вечный Город, и символизирует его крах. Здесь говорится о том, что в заговоре участвовали преимущественно убийцы из Вечного Города. С другой стороны, в описании доспеха Черного Ножа написано следующее. Среди тех, кто творил расправу в Ночь Черных Ножей, не было ни одного мужчины. Говорят, эти таинственные женщины пришли из земель Нуменов и были тесно связаны с самой Марикой. Вполне возможно, Нумены, пришедшие в Междуземье вместе с Марикой, когда-то нашли себе приют в Великих Городах, и потому многие считали, что они на самом деле были Ноксами. Лишенные предназначения не могут взять в руки клинок убийцы пальцев, однако он способен поразить великую волю и подвластных ей. Здесь говорится о том, что подобное оружие могут использовать лишь неземные. Именно поэтому Ренни в конце своего квеста сама убивает предназначенные ей пальцы, а не просит об этой услуге нас. В конце концов, именно ради этого она и затеяла заговор. Убийство Годвина не осталось незамеченным. В столице было много тех, кто любил его, и вот однажды появилась Фия, ведьма, которую прозвали Спутницей Мертвых. То есть это сделать, что для меня есть. Но пока я мог бы обрадовать его в новом жизни, я был влечен, с помощью Грэйс, и я был влечен от моего рода. Продолжение, будь милой. По-английски слышно, как она говорит «дать новый шанс жизни». Ее целью было воскресить не просто какого-то вельможу, по-английски она говорит «ноубл», но Годвина, собрав тепло, то есть жизненную силу могучих героев, и передать ее мертвому богу. I am fear, deathbed companion, hark round table. Disturb not the death of Godwin, the exalted. We, who humbly live in death, live in waiting, to one day welcome our lord. What right does anyone have to object? Our lord will rise. The lord of the many and the meek. Но она не смогла сделать этого. Позже, забрав знак проклятия Годвина у Ди, она просит игрока передать послание остальным, обитателям крепости Круглого Стола, и говорит о том, что клеймо благородного вельможи вернется на свое законное место. Речь здесь идет о Годвине, имя которого она упоминает и дальше. В конце концов, она решает возлечь с Годвином, собрав обе половины руны смерти внутри себя. Ей не хватит силы воскресить бога, но она сможет породить руну, в которой ожившие мертвецы не будут страдать за гранью установленного миропорядка. Умершие, но отвергнутые древом эрт, руну образуют два священных клейма, воплощающих принцип жизни во смерти, в рамках порядка. Золотой порядок возник, когда предначертанная смерть лишилась свободы. Новый же порядок будет восстановлен смертью. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Марика предала свою тень Маликита, отступив от догм золотого порядка. Маликит был тенью одной из неземных. Он был нужен Марике лишь для того, чтобы спрятать предначертанную смерть, но даже это не спасло Маликита от ее предательства. В русском переводе может показаться, что он мог быть тенью кого-то еще, но этот перевод неверен, ибо в английском мы читаем следующее. Единственное, что было нужно Марике от ее тени, то, что она могла стать сосудом для предначертанной смерти. Борьба Марики и Радагона продолжалась. Даже несмотря на то, что оба они были заключены в одном теле, апогеем этой борьбы стало противостояние желания Марики разрушить золотой порядок и намерение Радагона укрепить его, согласно его фундаменталистским концепциям. Вполне возможно, что руна Радагона именно поэтому выглядит столь блеклой на фоне других рун Кольца Элден, потому что он не успел до конца вплести ее в миропорядок. Возможно, именно это пыталась предотвратить Марика, но не рассчитала силу удара и разбила Кольцо. Тогда она призвала свою тень Маликита, который не в силах помочь госпоже, сам пригвоздил Марику и Радагона к Кольцу, чтобы обездвижить обоих и не дать им совершить с миропорядком более ужасных вещей. Думаю, сразу после исчезновения Марики и воцарения хаоса в столице из подземных катакомб, где содержались проклятые знамения, явился на свет Моргат. С силой оружия он завладел троном Повелителя, но не сумел войти в Древо Эрт, ведь проход был перекрыт шипами. Эти шипы мы видим облетающими замок Грозовой Завесы и в том числе на них же нанизаны тела великанов. Думаю, это шипы руны Смерти, которые можно также увидеть на арене Принца Смерти, вот только там они чернее и как будто покрыты крыльями мух вместо шипов. Почему так? Если прислушаться на арене Годвина, можно услышать гудение мух и даже увидеть их. Также они роятся там, где появляются новые шипы, например, у ног колдуна Рожера. Мне кажется, новые шипы пахнут разложением и потому привлекают своим запахом мух, но со временем они высыхают и становятся одеревенелыми, как те, которыми когда-то убила великанов Марика, прикончив разом всех носителей древнего огненного божества, кроме разве что одного. древнего муха, Народь, но и милый. Идет все, кто придет. Мы... Мы... Все... Мы... 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 Интересно еще и то, что шипы, преграждающие дорогу в недра древа Эрт, защищает руна Родогона. Из этого можно сделать другой вывод, что Марика не призывала Малекита, а именно Родогон, узрев разбитое кольцо Элден, в ярости воспользовался оставшейся у Марики силой руны смерти и пронзил сам себя из последних. Сил запечатав шипами проход и для верности наложил на него свою руну, после чего пригвоздил себя к нижней дуге кольца Элден и окончательно растеряв силы, уснул, вернув управление телом Марики. Он спал, восстанавливая силы, до того самого момента, когда их с Марикой покой потревожили мы. В это время Хаос начал расползаться по Междуземью, и не лучше дела обстояли в Леурнии. Риннала все еще была безутешна, потому что не могла более родить здоровых детей, да и Родогон давно покинул ее. Когда Риннала, глава Академии Раилу Карии и королевской семьи Кария, лишилась своего мужа Родогона, ее сердце разбилось вдребезги. Лишь тогда члены Академии осознали, что напрасно видели в Риннале героиню. Они разочаровались в ней и ее силе, увидев своего могущественного лидера сломленным. Тогда-то они поняли, что власть Карии, преданной золотому порядку, пошатнулась. А значит, появилась отличная возможность для восстания. Сами корейцы знали о том, что Академия однажды их предаст и тайно готовились к этой войне. О чем говорят чары корианского возмездия? Эти чары были втайне созданы членами семьи Карии в рамках подготовки к неминуемому предательству Академии. Однажды пути Луны и звезд разойдутся. В одном из прошлых видео я недоумевал, пытаясь проанализировать значение этих слов, но теперь мне все стало ясно. Род Кария с древнейших времен поклонялся Лунам, служил всегда только им. Тогда как волшебники из Академии поклонялись звездам. Вот почему род Кария выделился из общей массы волшебников, образовав собственную династию и школу магии. Ибо еще со времен Снежной ведьмы Ренны они поклонялись Лунам. В Академии Жира и Лукарии поклонялись звездам и даже учились у кристаллийцев магии, о чем говорят не только описания некоторых предметов, но и сам факт нахождения парочки таких в подвалах Академии. Пусть у кристаллийцев и неорганическая природа, но это живые создания. Они, как никто другой, близки к первобытной магии, поэтому колдуны всегда принимают их как почетных гостей. Туманную философию кристаллийцев называют мудростью камня, однако овладеть этим посохом способны лишь мудрецы. И такие колдуны были, по крайней мере этого состояния достигли Азур и Лусат. Посох Лусата, чародеи первозданной магии, овладеть им способны лишь те, кто постиг мудрость камня. В Академии даже появилось целое общество, готовое изучать кристаллийцев и их колдовство. Заклинания чародеев из кристального общества, которые стремятся постичь мудрость камня, выведать тайны, скрывающиеся в глубинах слабого разума кристаллийцев. Огромная корона из синего блестящего камня принадлежала Лусату, чародею первозданной магии. Она заменяла магу мозг и череп. Увы, жизнь покинула ее, но корона продолжает источать силу. Интересно, что эта корона очень сильно напоминает каменный глаз, точно такой, какой мы видим внутри черепной коробки Астелий. Скорее всего, все существа, которых жители Междуземья нарекают павшими звездами, имеют природу разумных камней. Звезды никогда не покинут мага, где бы он ни находился. Под черным небом, в темнице или под землей. И поэтому конфликт с луной был неизбежен. Но не только к битве с магами готовились предусмотрительные корицы. Средний щит в форме слезы, инкрустированный синими блестящими камнями. Такие носили рыцари, служившие королевской семье Кария. Отлично защищает от магического и святого урона. Против кого же он предназначался? Очевидно, угроза со стороны Золотого Порядка не была забыта со времен двух леурнийских войн. А потому воины Карии были готовы сражаться и с Золотым Порядком, и с силами Академии Раилу Кария. Но у Золотого Порядка было много своих проблем, и потому, пользуясь случаем маги Академии, подняли восстание, которое получило позднее название «Восстание Кукушки». Стоит начать с того, что символом Академии была Кукушка. Она изображена на гербе Академии, который можно увидеть на всех свитках с магией блестящих камней, а также на одном из самых мощных заклинаний Академии под названием «Зачарованные земли». Начертите на земле символ Академии, повышающий мощь волшебства всех, кто окажется внутри. Когда-то такой символ творили с самой высокой колокольней Академии, и он покрывал всю ее территорию. Это заклинание крайне благотворно действует на новых учеников. Успех вдохновляет, вызывает вспышку озарения и превращает неоперившихся птенцов в настоящих чародеев. Этот же символ можно увидеть на доспехах рыцарей-кукушки. На накидке изображены две кукушки, взирающие на росы блестящих камней. Для магов блестящих камней тело лишь временный сосуд. Кукушка точно знает о его незначительности, но все равно пристально за ним следит. Рыцари-кукушки придавали иное значение данному символу. Слева на груди изображена эмблема бдительной кукушки. В честь которой рыцари и были прозваны. Вероятно, прозорливая кукушка символизирует их нежелание быть прислужниками Академии. В английском варианте написано, что кукушка может символизировать их отказ оставаться лишь простыми слугами Академии. Также кукушка изображалась на их щите. Большой металлический щит с изображением кукушки, глядящий прямо на врага. Снаряжение заколдованных рыцарей, присягнувших Академии. Используется для охоты на волшебников и потому обладает высоким сопротивлением магии. Род Кария. Вот наш злейший враг. Связь с кукушкой для меня пока остается загадкой. Я немного пошарился в символизме кукушки в разных культурах нашего с вами реального мира и понял, что так никогда не закончу видео вообще. А в мире игры каких-то еще значимых упоминаний кукушки не припомнил. Если они есть, например, в речах каких-то персонажей или в описаниях предметов, то, пожалуйста, напомните мне в комментариях, если не сложно. Буду очень признателен. Так или иначе, маги решили восстать против власти Карии. Поняв, что для восстания им понадобится усилить свои ряды рыцарями, маги приняли на службу рыцарей, которых нарекли рыцарями кукушки, в обмен на службу, обучив их некоторым своим секретам. Колдуны Академии обучили рыцарей кукушки этому заклинанию в качестве платы за службу. В описании счета ученого написано, что это одно из заклинаний магов блестящих камней королевской семьи Кария. Хотя, находится оно среди заклинаний блестящих камней. Да и странно, что рыцарям кукушки даровали это колдовство корицы. Но, не спешите с выводами, это ошибка перевода. Потому что в английском варианте написано «все то же, что и про меч ученого». А именно то, что ему обучили рыцарей кукушки, колдуны Академии в качестве платы за контракт. Аплодисменты, мой друг. Я боюсь, что мои мега-сорсерии не отличаются для твоего генератора. Хорошо, я могу рассказать вам, что я знаю о этом месте. Это может помочь немного. Вы видели эту структуру в море? Товеряя на воду. Это Академия Рея Лукария. Где мы изучим глинтестон-сорсерии. Чародей Топс говорит, что Академия отказалась участвовать в Расколе, и после этого на ворота была наложена печать. Думаю, одновременно с этим чародеи заперли Ренналу в ее покоях и завладели остальной Академией, подняв восстание против Карии. Их расчет был прост. Ведь пока дети Марики заняты войной Раскола за трон повелителя Элдена, никто из них не придет на помощь Реннале. А значит, Леурния за время Смуты вполне может стать их вотчиной. Нам известно минимум о двух масштабных битвах этой войны. И первой из них была попытка рыцарей кукушки осадить поместье Кария. О чем свидетельствует мемориал мечей, поставленный в честь победы корийцев прямо перед воротами крепости. Место упокоения презренных рыцарей кукушки, погибших при осаде поместья Кария. После смерти их тела достались корийцам, и те сделали из них боевых кукол. А их души остались сторожить поместье в виде призраков. Разбитые силы рыцарей кукушки сосредоточились по всей Леурнии, а маги стали рассылать вокруг Академии своих кукол. Вторым сражением стала битва в Восточной Леурнии, где до сих пор лежат тела павших солдат и изломанных кукол. А призраки неупокоенных корийцев каждый раз восстают из могил, дабы отомстить своим убийцам. Призрак у дороги говорит, что куклы окружили их. Судя по всему, это была намеренная вылазка из поместья, целью которой стала зачистка лагерей повстанцев. Но воины Карии попали в засаду и отступили. Из темного всадника, которого можно повстречать здесь ночью, выпадает пепел Ледяное Копье. Ледяное Копье — навык воинов, что служили лунной принцессе Ренни. Вращайте оружие, чтобы высвободить магию Холода, а затем сотворите пронзающее ледяное копье. В итоге обе стороны оказались измучены противостоянием и никак не могли собраться с силами, чтобы нанести решающий удар. Именно в таком виде мы и находим Леурнию, разоренную гражданской войной. Остатки рыцарей перекрыли тракт Беллума, опасаясь, что корейцы пошлют за помощью гонцов в столицу. Укрепились в нескольких маленьких лагерях, а также блокировали подступы к Академии. Но большего они сделать не смогли. Еще одно интересное описание касается горшка Альбинора. Рыцари-кукушки вещают врагу. «Узри нечистую кровь свою, что грязней любых струй в нашем славном царстве!» Получается, что горшочек наполнен кровью Альбиноров? Альбиноры были сотворены людьми. Из-за этого многие считают их нечестивыми созданиями, лишенными благодати Древа Эрт. Честно говоря, появление Альбиноров остается для меня загадкой. Но прежде чем разобраться с этим для начала, стоит отметить, что Альбиноры были созданы в двух поколениях. Эти двое – Альбиноры во втором поколении, их приплюснутые головы по форме напоминают лягушачьи. Соответственно, Альбиноры первого поколения – это жители деревни Альбиноров, а также сам Альбус, а кроме того – Латенна и подобные ей лучницы-наездницы на волках. Что до их появления, об этом нам говорит щит Альбинора. Высокий металлический щит овальной формы принадлежал молодому Альбинору. Украшен орнаментом первозданной Капли Росы. Из нее, по слухам, были созданы первые Альбиноры. Превосходно поглощает магический урон. В конце концов, именно колдуны были главными врагами Альбиноров. Из этого можно сделать вывод, что первое поколение Альбиноров появилось из Капли Росы. Второе же поколение, судя по всему, появилось из Водной Ряби, которую вызвала на воде та самая Капля. Особое оружие молодых Альбиноров. Этот клинок напоминает рябь на воде, из которой, по слухам, и появилась эта раса. Щит Лоретты – рыцаря Святого Древа, выкован из сияющего серебра и украшен янтарем. Напоминает каплю священной росы, из которой родились Альбиноры. Его форма породила нелепые слухи о том, что Лоретта сама была Альбиноркой. Кто знает, однако, сколь нелепы были эти слухи. Говорят, лук был любимым оружием Лоретты. А ведь Альбинорки, которых мы видим в заснеженном поле, да и сама Латенна, все сплошь лучницы. Из описания боевого серпа Лоретты. Изысканный серебряный серп Лоретты – рыцаря Святого Древа. Изначально он был выдан в награду за охрану семьи Кария. Позже его синий блестящий камень был заменен на чистое золото. Как мы знаем из описания заклинания «Кольцо света Радагона», а также «Иглы из чистого золота», это мог быть подарок только одного полубога – Микеллы. Что неудивительно, если учесть, что Лоретта стала рыцарем Святого Древа. Ее шлем до сих пор хранит ее историю – шлем королевского рыцаря. Серебряный шлем рыцаря Лоретты, служивший Святому Древу Микеллы. Некогда Лоретта была предана королевской семье Кария, но затем отправилась на поиски пристанища для альбиноров и решила, что Святое Древо – их главная надежда на спасение. Но почему именно Святое Древо? Быть может потому, что подле него родились первые альбиноры? В вырезанном контенте, связанном с Микеллой и Святой Триной, о котором я рассказывал в прошлом видео, часто упоминается священная роса, как Дар Микеллы. Судя по всему, так он называл капли своей божественной крови, которые обладали чудодейственной живительной силой. Именно своей кровью он поливал росток, из которого впоследствии выросло его Святое Древо. Но мог ли он сам породить альбиноров? В описании доспеха из синего серебра мы можем прочесть следующее. Кольчужный доспех из синего серебра. Снаряжение лучников альбиноров, что ездят верхом на волках. Синее серебро рождено той же матерью, что и сами лучники, поэтому оберегает их от магии и мороза. Интересно, что здесь отмечается синий цвет, магия и мороз. Очень похоже на отличительные черты темной луны, вы не находите? Кроме того, на колесе ожидания и на небосводе мы видим ее смутно, подобную месяцу. Алибарда лунной волны на английском зовется алибардой полумесячной ряби. Она также является оружием молодых альбиноров. По слухам, форма клинка отчасти напоминает рябь на воде. Интересно, что в названии алибарды упоминается луна или месяц. Мог ли Микелла уронить капли своей чудотворной крови в отражение темной луны на воде, тем самым породив целую расу? Из капли родились альбиноры первого поколения, а из ряби, которую она породила, вышли альбиноры второго поколения. Маска альбинора, сделанная из альбинорской кожи, говорит нам следующее. Усиливает колдовство, но снижает эффективность лечения флягой багровых слез. Кожа альбиноров совсем не похожа на божественную. Видимо, это маска чья-то злая шутка. Усиливает колдовство, но снижает эффективность лечения золотой флягой. Очень напоминает воздействие луны, покровительствующей колдовству и ненавидящей солнце, а значит великую волю. В английском варианте есть небольшое расхождение с русской версией. Там написано, что кожа альбиноров далека от божественной. Не не похожа, а далека. А это значит, что как раз похожа, но гораздо хуже по качеству. Из этого следует, что в альбинорах течет божественная кровь, а также они крепко связаны с луной, что подчеркивает описание альбинорского посоха. Короткий посох, украшенный синим блестящим камнем. Такой носили древние альбиноры. У альбиноров свои тайны. Они творят чары, используя врожденные колдовские силы. Если их матерью действительно была луна, то это очень похоже на хорошую наследственность. О, боже мой. Я... Альбос. Альбинорик. Как вы можете видеть, мы закончились. В целом городе закончились. Части красные дни породы уничтожили. Неловечески уничтожили. Ни нету, кто остался, он уничтожил в этом. Я не жду. Вы бы посмотрите на этот медальян. Вы должны избавиться и Альбинорик. Латенна, тогда пожалуйста, дай ее. А чужая земля ждет нас, Альбинорикс. Медальон является ключом, который ведет к городу. Это лишь праздник, для нас, кто не может сделать это. Но для любимой Латенна, это нужно... ...связать ее целью. Мои ноги скоро уйдут, и с ними моя жизнь. Альбино, это... ...связательность всех Альбинорикс. Альбус говорит, что его ноги исчезли, а это значит, что осталось ему недолго. Интересно, что почти все альбиноры первого поколения, которых мы встречаем на пути, ползают на коленях из-за того, что нижняя половина ног у них отсутствует. Особенно хорошо это можно увидеть, если пристально рассмотреть повешенных на дереве альбиноров, у которых ноги буквально начали растворяться в воздухе. Также стоит вспомнить женщин-альбинорок, которые постоянно ездят на волках, и даже саму Латенну, которую мы можем призвать для битвы как верную соратницу. Однако она будет сражаться стоя на коленях, пока поблизости с ней не окажется подходящего волка. Что это значит? К какому игровому персонажу или мифу из реальной мифологии это нас отсылает? Я... понятия не имею. Пока ничего не приходит на ум. Мне кажется, предыстория альбиноров тоже была вырезана из игры вместе с большей частью лора Микеллы. Но если вы нашли что-нибудь интересное, пожалуйста, поделитесь со мной в комментариях. Мне будет очень интересно. Первая оборона Лейнделла. Союз монархов гниет изнутри. Память о кровавом заговоре еще свежа. Вторая оборона Лейнделла. Ужасное знамение оставляет после себя горы трупов. Но древо Эрд еще не пошатнулось. Думаю, здесь говорится о том, что монархи перессорились друг с другом и начали искать зачинщиков ночи черных ножей. Быть может, людям Моргота удалось поймать кого-то из черных ножей и узнать о вине Ренни. Или же дети Марики попросту обвинили детей Реннала и Родогонов в убийстве брата. Таким образом, союз Ренни, Родана и Риккарда с остальными полубогами начал трещать по швам. Интересно разобраться, на чьей же стороне все-таки был Годрик Старуки. Как он себя проявил во всем этом безобразии? Ведь он проиграл битву с Маленией, но в то же время Кеннет Хейт говорит, что Годрик спрятался от Родана. Да. Да. Сейчас, позволяйте мне выдачить несколько советов. Я бы очень осознавал для того, чтобы избежать Годрик с таранистами таранистами, были я в твои таранисты. Эта депривная лодка обсуждается с проживанием таранистами как вы, для того, чтобы гравить. Вообще, Годрик не более чем что-то бомбокин. Господи? Ох, не смейся! Не смейся! Вообще, он убил себя между женщинами чтобы избежать к капиталу, а затем убежал от Родан в той кастле. А затем, он убежал Маления, убежал ее в бою, только убежал ее в том, а не умирать как мужчина. Ха! Он не смейся! И думал, что он в крови Годрик, последовательной линейки. Вы почти не понимали его. Да, я почти чувствую что-то извиняюсь за него, чем я думаю о нем. Полагаю, Годрик пребывал в столице с малочисленным войском или даже просто личной охраной, а потому решил не участвовать в битве, когда в ответ на обвинения под стены столицы пришел Рикард. Когда же с юга подоспел Родан и осадил столицу во второй раз, врагов прогнал именно Моргат и даже, судя по всему, лично встретился в бою с бичом звезд и одолел его. Единственное, что остается непонятным это гербы на одежде солдат в одной из сцен трейлера, где показана осада столицы. Судя по цветам, они принадлежат воинам Годрика. Судя по картинке, они принадлежат воинам Родана. После провалившихся осад, Маления со своими рыцарями отправилась в поход на юг, и Годрик попросил ее защитить его по дороге к его владениям, о чем нам и говорит Кеннет Хейт, упоминая, что Годрик бежал из неспокойной столицы, спрятавший за спинами женщин. Ведь рыцари чистой гнили как раз таки женщины. Позже он оскорбил Малению. Как же он мог ее оскорбить? Думаю, он вполне мог набраться наглости, чтобы попытаться завладеть ее силой, попытаться прирастить ее саму, или же попросить ее отдать ему лучших рыцарей для приращения. На это моление, конечно, пойти не смогла. Штурм вулканово поместья. Бесконечная и бесславная битва убогих, хворых и богохульников. Мы до сих пор видим, как остатки сил Лейнделла борются с куклами поместья. Убогие и хворые это, судя по всему, столичные бойцы, часть из которых поддалась заразе пламени безумия, а остальные, наверное, были отправлены осаждать поместье под угрозой смерти. Ведь кто в здравом уме решился бы на штурм столь укрепленной крепости, стоящей вдобавок ко всему на вершине вулканической горы? Богохульниками же названы последователи Рикарда, богохульного владыки. Воспоминания о Рикарде, богохульном владыке, высеченное на древе эрт. Рикард обернулся огромным змеем, чтобы пожрать всех и вся, становиться сильнее и жить вечно. Знаю, путь богохульства долг и опасен. Тот, кто не готов согрешить, не сможет его пройти. Скипетр в виде змеи, пожирающий мир. Однажды он станет олицетворением самого богохульного владыки. Его внешний вид вдохновлен видением будущего, пригрезившегося Рикарду, прямо перед тем, как его поглотил великий змей. Сюжет змея, пожирающего мир, кажется до боли знакомым и мифологичным, но самое близкое, что я сумел вспомнить из мифологии, это египетский змей Апоп. Апоп в египетской мифологии огромный змей, олицетворяющий мрак и зло, изначальная сила, олицетворяющая хаос, извечный враг бога солнца Ра. Миссией Апопа являлось поглощение солнца и ввержение земли в вечную тьму. Часто выступает как собирательный образ всех врагов солнца. Интересно, что в мире Элден Ринг Великий Змей также является врагом солнца, то есть великой воли, пусть и не главным. Также он стремится все поожрать, но не для того, чтобы уничтожить, а чтобы присоединить к себе, как он делает с героями, приходящими в его подземелье. Священный Меч Рикарда Богохульного Владыки, останки бесчисленных героев, которых он поглотил, извиваются на поверхности этого клинка. Теперь они одна семья, связанная узами крови. Все это выглядит так, как будто здоровенная квестовая цепочка, а также побочный квест Райи, должны были вести игрока к отдельной концовке за Рикарда. Точно так же выглядит и квестовая цепочка Варре, позволяющая нам стать рыцарем Мога, но, к сожалению, этих концовок мы в игре не увидели. А жаль, я бы посмотрел, как великий змей обвивает древо Эрд и поглощает его. Уверен, вы тоже. Это напоминает Игдрасиль и дракона Нидхёгге, копошащегося около его корней. Маления и Микелла решили помочь Морготу, потому что, в отличие от Ренни, они не желали свержения золотого порядка. Они лишь хотели его изменить. Оба, рожденные проклятыми, они гораздо лучше могли понять поросшего рогами Моргота, страдающего от проклятой крови. Они решили отстоять порядок. И потому, Маления отправилась в поход на юг, чтобы покарать врагов столицы. Южный поход Малении. Клинок Микеллы и рыцари Чистой Гнили защитят Валькирию от любого, даже самого грозного врага. Члены Академии Раилу Кария отказались участвовать в войне раскола и закрыли ворота Академии. Потому, Маления пошла другой дорогой через Восточную Лиурнию. Первым же грандиозным сражением для нее стала битва возле Штормового замка, который, вполне возможно, ей пришлось осадить после того, как Годрик нанес ей оскорбление, о котором мы говорили выше. Годрик золотой, жалкий и сломленный, потерпел поражение от клинка Микеллы и, преклонив колени, молит о пощаде. Миновав штормовые земли, Маления 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 перешла границу Эонии. Там ее ждали в чистом поле силы Родана. Тогда и случилась знаменитая Эонийская битва. Силы Родана и Малении равны, но все меняется, когда расцветает красная гни. После этой ужасной битвы, превратившей всю Ионию в гниющее болото, Маления отступила к Святому Древу. Финли была одним из немногих рыцарей чистой гнили, выживших в Эонийской битве. Она в невообразимом подвиге героизма пронесла спящего полубога Малению обратно к Святому Древу. Она справилась с этим в одиночку, отбиваясь от всевозможных врагов на своем пути. Родан же отступил к своим владениям и, чуя, что скоро окончательно потеряет рассудок, повелел устроить фестиваль, чтобы однажды его нашла смерть, достойная воина. Кодрик Старукий заперся в своем полуразрушенном замке, скорбя о том, что он все еще слаб и не может победить Малению, даже прирастив к себе тела десятков могучих воинов. Отгремел звон мечей и топот ног утихли великие сражения, и тогда благодать призвала погасших. Тех, что когда-то давно покинули Междуземье вместе со своим правителем Готфри. Теперь они снова нужны Древу Эрт, ибо порядок должен быть восстановлен. тут-то на сцене появляется тот, от кого зависит исход этой истории. Тут на сцене появляешься ты. Субтитры Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok